Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша Номер 409, события дня Евангелие от Матфея, 19.8 А сначала не было так 24 января 2017 год Александр Шереметьев Покровитель лифтов? Ну это уже вообще жесть Моторола святой Этому идиотизму нет конца Хотя лечились 200, эта икона будет работать Намолят ее Ради одного только святого Моторолия стоит принять советское православие МП это разве церковь И людей отправлять в эту организацию нельзя Я никогда конечно не ожидал Не думал Но здесь где-то надо посмотреть Шереметьев Глянуть Или зарядить или икону посмотреть Что это не голословно Где тут поиск Вот это вот Шереметьев Второй сверху Шереметьев Где? Второй сверху Второй, вот этот вот Да Вот она икона Как ее сделать крупнее? Нажмите на нее Я ткнул Надо было сохранить А вот она, вот она Вот она где Вот пожалуйста, посмотрите С бородой Ордена у него какие были Батарула Икона Что-то держит крест Он может никогда его не держал Звание у него там какое-то Поменьше взяли Он уже полковником был Я вот свои собственные чувства хочу сказать Я первый раз его видел Прочитал Душа совершенно его не приняла Вот какое-то внутри Такое нехорошее чувство Чем это объяснить не знаю А потом когда ознакомился Что как он жену бросил Тут другая жена у него Тут у меня совсем уже убедился Что это именно так И потом поглядел Какие обвинения Что он уже плененых расстреливал И прочее Ну то есть я не знаю Правда или неправда Я стал смотреть на лицо его И нигде не увидал Хотя бы искра божественная была Он ничего не знал Он где-то там Совершенно никакой был Приехал сюда И здесь вот он В Донецке там где-то он был Вот пожалуйста икона Я мог бы показать иконы Гитлера Круг вокруг головы Все А за что? Даже мне один сказал Даже Православный наверное Так стоило его За то что он евреев убивал Заодно это стоило канонизировать Что они евреи над нами делают? Я не знаю Что они над нами делают? Я живу Ничего не делают Сейчас заработал От этого все равно крошка остается И вот его пожалуйста канонизировали Вот Сашка Биллый был На Украине Там убили его Как его? Фамилия правильно это была? Ну-ка Кто знает? Музычка А? Музычка Музычка? Вот И точно такое же было чувство Я его увидал Как он действует И где Какое-то такое внутри Отвратное чувство Хотя я Был бы им Если бы я не уверовал во Христа Он старался Убивал людей Сколько на совести было БТР И подбивал В Чечне В Чечне был Орден получил Где-то И вот чувство Что к нему Что к тому Что к Буданову Одинаковое Еще ничего не зная Буданов изнасиловал Там Эльза Кунгаева Но суд не признал Потому что этого нельзя было признать Открыто Но его все равно убили Полковник Изнасиловал Убил Убил это признал суд Задавил ее А что изнасиловал Нельзя Так и то За то что это только Уже без записи было написано Родители сразу выехали в Данию Пожалуйста Икона Как его сохранить? Как-то сохранить Можно тут его? Значит файл Файл нажмите Вот файл Вот это вот Так Теперь сохранить как Вторую сверху Нет файл выберите Снова файл Это вы правку нажали Еще сейчас Вот файл Вот внимательно Сохранить как? Вот Ниже 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 Вот Ну напиши Мотороллер Сохранить 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 Ну вот видите Что скажешь-то? Это доказано Вот она Пожалуйста И уже икона Там разное Панно Стали рисовать И прочее Вот эти Которые летели в Сирию Погибли Канонизировать будут Нет Не знаю Вот так Максим Федотов Ну из одного Его делает Такой вывод Что из-за Такого Это не церковь Это не годится Если это не церковь Вам больше деваться некуда Надо идти только Герману Стерлигову Для него Патриархия не церковь Старообрядца не церковь Церковь Только он знает Где он И там где-то Спрятанный епископ К этому Самодушству Прийти Очень легко К нему Направляй путь свой Максим Федотов Мир вам Во Христе Иисусе Игнатий Тихонович Я работаю На художественном Предприятии Русской православной Церкви Софрина О Вот она Бизнес-гнездо Все свечи Эти вонючие Все оттуда идет Хочу поделиться И главное Доход у них Засчисляется Я считал Миллиарды Миллиарды Хочу поделиться С вами Разговором С православным Человеком О нашей Многострадальной Церкви На мой вопрос Нужна ли церкви Реформа языка Ответ Ни в коем случае Поймите Он так ему ответил Поймите Если народу Дать русский текст Храмы опустеют Это он ему ответил Людям станет Понятно Богослужение И они потеряют Интерес Железный Консерватизм И как можно дольше В Европе перевели Тексты И что Храмы опустили И их начали сдавать В аренду Под магазины Рестораны Фитнес клубы Вы этого хотите Для православных Перевели Библию И растолковали Евангелие Читай Вникай Если есть желание А других Трогать не надо Народ ходит В храм По другой причине В храме Человек Отвлекается От серых будней От суровой действительности Запах ладана Версающий огонь Свечей Прекрасные облачения Молитва священника В алтаре Все это погружает Человека В иной мир Это вот послы Князя Владимира Пришли Мы были как на небе Я спрашиваю Это считается Хорошие слова А какое небо-то Они ни одного слова Не понимали Язычники были Они понимали Язычное небо Вот запах Тронуло где-то Я говорю Если бы на соседней улице Мысленно так Экстраполируем туда События во времени Ну и как Там апостол Павел Проповедует до утра слова И послы бы пришли Они бы Приняли это А там ничего нет Обыкновенная комната И в тихо сидит На окне юноша Приняли бы Да никогда И поэтому Они избрали не то Что Господь нам оставил А то что Греки сохранили За тысячу лет Перепортили Все Вот они так вот И делали Канонизировали Понимать службу Нужно сердцем А кому надо Умом Пусть дома изучают Вообще Человеку в храме Нужна сакральность Сакральность А вы Только разлад Хотите внести Знаем и вас Либералов И мой вам совет Не лезьте вы В эту сферу Вот так Вот ему так ответили Ну он то не такой Он просто пришел Это здесь Что а вы верите Что он так сказал Это все так и понимают Метрополиты Почти все были Против перевода Библии на русский язык Синодальный перевод Четыре академии И даже император Ничего не мог сделать Тридцать лет Реакция держала Уже начатый перевод И я не мог понять Почему И наконец нашел Пиларет говорит Там у Пиларетов было Несколько Амфитеатров кажется Он говорит императору Если Библию переведете На русский язык Революция будет в стране Люди поймут Что шли совершенно Не в ту сторону Вот что означает Русская Библия И поэтому на меня Что нападают Я за русский язык Конечно К истинного православия Там есть условия И тут Как Андрей Кураев говорит Это объяснимо Если бы Игнатий не говорил Отношение было Что-то другое И вот один человек Говорит Иван Суворов Игнатию Тихоновичу Никогда не открывайте Никакие тайны Познал на горьком опыте Все выложит в интернет Не думая о твоих последствиях Я выложу в интернет Тайна это его А последствия Он теперь один понесет Где это Может быть и не говорил Кто это такой Иван Суворов Я не буду говорить Вы его найдите И поговорите А вот ролик Этот ролик называется как Считай Номер один Потеряевка У батюшки обед 15.04.2012 год У батюшки мы обедаем Ну как Правило Как это Приехал архиерей Видимо там Кто Максим Тогда был еще И за столом Что вы могли сказать Или он просто Первый ролик нашел И под него подписал Какую тайну я мог открыть А если это тайна Зачем ты Ее принародно Выказывал А если это тайна Зачем ты в нее Хоть одного вводил Ты ее не удержал А как ты требуешь Другого Я вот ходил Ну помогал Заключенным 17 лет В тюрьме работал Бесплатно И вот они начинают Какую-то тайну Не надо Мне это не надо Не надо Он отрепался Об этой тайне На верхней шконке Говорит уже 3 месяца А теперь будет говорить Вот меня заложил Вот и все Я повторяю Во-первых Под роликом Под каким поставлено Вот оно написано Откуда я взял Считайте Наведи Я могу даже Как говорится Я-то знаю Но мне хочется Чтобы вы его нашли Ян Суворов И спросили Какой Игнатий Открыл тайну И какой горький Твой опыт А какой горький Твой опыт А почему он не говорит То Ну Подозрение брошено Я бы не стал Об этом говорить Но раз он Это сказал Я обязан Дать людям ответ Вот приезжает Против нашего детского лагеря Потеряевки Комиссия Краевая Администрация Там КПРФ Законодательное собрание ГТРК Алтай Телевидение Прокуратура МВД Это все одна комиссия На машинах И вот Берет интервью Подошел Спрашивает Бобров Геннадий Александрович Вот как журналист И первый секретарь КПРФ Железнодорожного района Года Барнаула Что он мог там увидеть То что есть И он говорит Игнатий провел Экскурсию И показал Вот их келья Ну что там Переплетенные прутья Замазаны на двух сторон Мазанка Как на Украине И говорит Вот с этой стороны Она топится А дым выходит С той стороны И в комнате тепло Можно сушить Тепло в келье Ну что можно так сказать Он говорит А я подумал ВОЖ тепло любит Откуда ВОЖ Гнусный намек И теперь Так у вас еще Детей не обрабатывают Каждую неделю В баню ходят Белье гладится И все Ну а говорит ВОЖ Где ВОЖ Первый секретарь КПРФ Бобров Так и здесь Игнатий открывает тайну Какую тайну Я намек небольшой дам Чтобы вы знали Что какая тайна Тайна не какая Это какой-то материальный ущерб У попов главное что Трусость и корысть Здесь полным ростом вылезла Трусость и корысть Корысть и трусость Притом трижды повтори это Как Краснов Левитин пишет Почему не открыл Если священник говорит о чем-то Потерпел горький опыт Это какой-то ущерб Что-то украли у него Я уже скажу заранее Обязательно А если это тайна была Как она могла попасть ко мне То есть мы у него были И что-то там снималось И ты не хотел Это не хотел Зачем туда вел Вопрос-то дальше-то идет А если где-то что-то воруют Где-то я уж не говорю Что Ну понятно Что Что можно у священника своровать Начиная с Евангелия Иконы Рясы Больше-то ничего там и нету Ну кубышка какая-то Можно бы где-то есть В чем дело-то Конкретно что Я тогда сейчас покажу что Чтоб понятно было Вот очень интересно На патриарших прудах Так Это сейчас мы найдем Послание Ереме Я не вижу где здесь Наверное вот это вот Да Вавилония Вот увидят Что они Вавилония Считай вслух Четвертый стих Теперь вы увидите Вавилонии богов Серебряных И золотых И деревянных Носимых на плечах Внушающих страх Язычникам О Берегите же Чтобы и вам не сделать Ся подобными Иноплеменникам Я буду выделять А ты считай здесь Итак И как бы для девицы Любящие украшения Берут они золото И приготовляют Венцы на головы Богов своих На иконы Дальше Бывает так же Что жрецы Похищают у богов Своих золото и серебро И употребляют его На себя самих Уделяют из того И блудницам Под кровом их Украшают богов Золотых и серебряных И деревянных Одеждами Как людей Но они не спасаются От ржавчины и моли Хотя облечены В пурпуровую одежду Обтирают лицо Их от пыли В капище Который на них Очень много Имеет и скипетр Как человек Судья страны Но он не может Умертвить Виновного Три дни Имеет меч Его грабят И он пришел Давай помогать Вытаскивает Где-то А это было У одного Было там Украло Какое-то Кто-то Подозрение Пало на другого Они его били Дуло И челюсть Оторвали монахи Судья там Где было И вдруг Он исчез Говорит Не захотел Даже чтобы похоронили Тогда стали Раскаиваться А если у них Что-то терялось То есть С собой Старались Утаить Это Это что Синдром Анании Сапфиры Вот отсюда Это идет Ниоткуда Это не идет А что я мог Сказать Открыть тайну Тайну исповедь Он не имеет права Говорить Если он открыл Тайну исповедь Его надо извергать Что именно Тайна Какая тайна Про власть Они никогда Ничего не скажут Вот языки проглотили На епископа Он не скажет Он его как Огня боится Больше чем Суда Божия Это я уже знал давно Но я это не говорил Но раз он уже вышел И меня подставляет Я открываю Какие-то тайны Я должен Вопросить Что ты имеешь Дорогой человек Конкретно Если ничего нету То он начнет угрожать Тогда ты мне враг Ты прочь Я уже знаю Что Решая причастия Под забором Сдохнешь без меня По другому никак Но ты покажи Если потерпел ущерб То прости Во-первых Неумышленно А во-вторых Этот ущерб Ты мог и потерпеть А это не ущерб А польза Бог от тебя Тебя от ненужного Избавляет Я понимаю Это материально Не духовно Нет Это речь идет О материальном Он потерпел Почему Идолы свои Идолы какие Я там не знаю Хотя я знаю Я не хочу Говорить просто Потому что Ну это взрыв будет Вот и все Ну и мы Даже посмотреть Наши ресурсы Это мой мир Вот Сергей Федоров Что он говорит Тут Глянуть Так По поводу Какой читать Не знаю Вот отсюда Что Простите Однако Отчество вашего Я не знаю Неудобно обращаться По имени Почему Приписал фамилию Ну и без того Ну не знаю О чем он пишет Но он предлагает Взять на себя Как бы руководство Форумом Никак нельзя Это ничего не надо У нас форум Все нормально действует Благодарю Сергеев У меня отца звали Тихон Тихон означает Приносящее счастье Ну и дальше Что Это Открыть Это наш форум Вот он Что тут Кто-то зашел Что он тут пишет Кто Ссылка А ничего нет Это просто За Это Как сказать Регистрация его Ничего нет Там может и есть Еще есть Ну давай А где еще Ну вот в принятые Вот сюда вверх Принятые Ну Но Ничего нет Ссылка Что он пишет А вот Еще одного Хорошего священника Знает Писание Учил Иврит И проповедовал Евреям Проблема с патриархией И ссылка какая-то Ну тут что-то надо Играть Но я этим не интересуюсь Совсем Проповедовал Ну и слава Богу Он и должен проповедовать И горе Если я, говорит Не благобестую Павел сказал Дальше У нас есть Вот Большой канал Видеоканал Я отвечаю на все Вопросы Какие есть Вот сегодня поставил Я опять Сколько Шесть роликов Вот вчера мы поставили Хамство Всемирная пандемия Разбрата умов и сердца Это 108 человек пришло Посмотрели Ну это помаленько 137 Посещение брата Андрея Вот тут большие ролики Три часа вот Это из архива Разрознено в одном файле Три часа девять минут А тут час двадцать два Ну и тут чиселый час Вот считай Тридцать один Ну четыре часа считай Кто тут будет Ну на другое время Оставим Что у нас есть Более тут такое Что интересно Вот вчера просмотров Было вчера Пять миллионов Двести девяносто тысяч Утром встал Пять миллионов Семьдесят шесть Ну то есть Куда делись Двести там Двести пятьдесят Просмотров Двести пятьдесят Тысяч просмотров Куда делись Как это может быть Ну вчера только Ты засчитывал Говорил Пять миллионов Двести там тысяч И к вечеру было Двести девяносто А сейчас Только 76 Техника обманывает Я не помню, сколько я читал вчера Я вчера тебе говорил Засчитай, сколько посещений Сколько подписчиков Ну сколько-то я могу открыть вчерашний Открыть его и просчитать Ну я знаю, я записываю Куда это могло деться Мне-то это не нужно, но техника вызывает недоверие У меня был один раз 300 тысяч, сразу исчезло Неделю не было, потом сразу прыгнула и вернулась Ну и что-то техника Теперь у нас очень большой ресурс Православный библейский сайт И самое ценное 4124 ответа 55 папок И вот я здесь показываю Какие мы отвечаем Так Ну что тут сказать Ctrl S Сейчас мы быстренько это сделаем Так, мне надо закрыть Это убрать Мешает Теперь Вставить Увеличить И просчитать Маленько, конечно, я время затрачиваю Но по-другому никак нельзя Давай Вопрос 2056 Восьмой том Открытый молком С какого времени христиане стали делать выбор между монастырем и миром? Вместе Христом и миром Да Толкование Эта лавина и рекой Разлилось уже В четвертом веке Понятие христианства Исчезло А все Откнулось в монастыри Там жизнь Там спасение И это выгодно было только монахам И вредно Для страны Для людей И это привело К гибели и того И другого Христос и сегодня Простирают руки Ко всем Особенно к тем Кто носит его имя Христианина И не слышит его голоса И не понимает написанного в Евангелии Иоанна 8, 43 Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего Памва 18 июля Кавычки открыты Какую мы выберем себе жизнь? Если будем заниматься торговлей Как наш отец То кто знает Кому достанутся после нас плоды наших трудов Да еще придется постоянно бояться Чтобы не попасть в какую беду Разбой Кораблекрушение Выберем лучше жизнь монашескую Вложим отцовское имение В небесную сокровищницу Поступив так Мы и души свои спасем Вот ответ Пожалуйста как Ну и небольшое стихотворение Напорки в каждой строчке Священное Писание Так говорит Господь Словами этими пророки начинали При обличении и нищих и господ Спешили приучить к тому в начале К вам возглашают ныне Саваок И молнии синаи понеслись Не подбирали в выражениях слов В огне сгорала нынешняя слизь Меня послал великий Иегова И пятились парторги, чародеи Меча боюстры Божьей Слово На богоборчество новейших иудеев Так говорит Мессия Иисус Так проповедуют апостолы Христовы Герои веры не спасется трус Из ваших уст Чего зародилось Чего зародилось слово Сидящий в небесах на херувимах Влагает верным вещи и глаголы Вы православные, безмолвные раввины Хотя бы раз зайдите в эту школу Преподаватели, пророки из Писания От них покой и мир испепеляется в раз Цену дипломов ваших определите сами Туман и пелену здесь дух стирает с глаз О ваших книгах, книжицах, газетах Когда их с Библией строка строкой сравнишь Не вспомнишь, бросишь Они сгорят бесследно Лишь этим ты себя не осрамишь Два полюса Писание и ваша Писанина Божественное и дико человечие Овечье запах Разница от псины Так трудно отличить, что временно, что вечно Так говорит Господь Так в Библии страница за страницей Живущих не по слову непременно ждет Разгром, потерянность, изгнание за границу Вот так, это стихотворение Я на это сейчас добавлю еще одно песнопение Это что, о чем речь идет Монашество Вот так, напиши, церковь, монашество А вот мы сейчас посмотрим, найдем это или нет Это надо в нашем искать Заряди, что скажет Бог Вот, что скажет Бог Давай посмотрим Что скажет Бог, то из реку и я Что скажет Бог, то из реку и я Заученная фраза у Михея К такому роду не заползет змея Не нанесет он в уши химию Его заклинило на этих вот словах Что грамота, диплом, институты Не умолчу, вы можете плевать Кто поступал иначе, были плуты Михея просят все архиереи Уболкни из реки добро о президентах Он снова на его эфире реет Разоблачает и рачика агентов Жив мой Господь, что скажет мне мой Бог Я из реку и не словечко против Забучились с Михеем, сбились с ног А он за старое, пророк, совсем не крота Патриархийное священство в рот глядело Уполномоченным, поставленным от власти А он один твердил свое так смело За стол не лез, отведать горькой зласти Михея просят все архиереи Уболкни из реки добро о президентах Он снова на его эфире реет Разоблачает и рачика агентов Жив этот бог Михеев и сегодня С утра он жив все то же, что вчера Он ищет вновь таких, кто в деле в годе И страх имеет, как и зрел в сирах Напротив одного живущего в презрении С кадилами и сенот и патриарх А он для них в горшке разводит бренье От ревности мирской всыпает прах Михея просят все архиереи Умолкни из реки добро о президентах Он снова на его эфире реет Разоблачает и рачика агентов Он поет их У них вспухает луна Выведет пузатый легион Под ноги лежат чуть-чуть с наклоном Не могут совершить они один поклон Отбухшие продажные слепые Не могут до купальни добрести О, сколько жребцов не хватит, пыли Кому доверились мы, Господи, прости О, сколько жребцов не хватит, пыли Кому доверились мы, Господи, прости Михея просят все архиереи Умолкни из реки добро о президентах Он снова на его эфире реет Разоблачает и рачика агентов Михея просят все архиереи Умолкни из реки добро о президентах Он снова на его эфире реет Разоблачает и рачика агентов Что скажет Вот так Теперь мы опять заходим сюда Следующий вопрос принимаем Вот так Ctrl-A выдвигаем Ctrl-S берем Переносим Разворачиваем борт Ctrl-V вставляем Выделяем Увеличиваем букву в размере И начинаем считать Вопрос 2118 Восьмой том открытым оком Открытым оком Это книги у меня 33 тома Насколько самостоятельна была церковь после Константина Когда как себе общины избирали епископа Были ли среди епископов еретиков добрые нравы Или они все хуже наших епископов Толкова ответ Самостоятельности никакой больше никогда и до наших дней в церкви не было Кого пришлют сверху, тот и будет править Иногда даже и не сам император решал, а жена его Как Евдоксия у Аркадия, свергнувшая Златоуста и доведшая его до смерти Случалось, что иногда писали православные и о еретических епископах Не так уж худо Надо полагать, что еретик действительно выделялся даже на фоне своих противников А нынче, если сравнить с еретиками наших епископов и священников То мы почти всегда будем в проигрыше Надменность, недоступность, чванство И самомнение православных епископов не знает границ 1 Тимофея 3.2 Но епископ должен быть непорочен Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен Титуа 1.7 Ибо епископ должен быть непорочен, как божий домостроитель Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не биться, не корыстолюбец Не корыстолюбец, а не взимает какие поборы Я вот считаю здесь, это вообще ужас Я даже могу открыть сейчас, показать Если только по этим двум указаниям перетрасти епископат, священство То служить некому будет сегодня По этим параметрам они не пролезут в списки кандидатов к своим амафорам К своим амафорам Евсевий Самосадский, 22 июня, кавычки открыты По смерти недолго царствовавшего благочестивого царя Иоавиана Вступил на престол Валент, и еретики снова возвратились к своему зловерию, как в сына свои блевотины Прежде всего, совратив царя в арианство через жену его арианку Домнику, православная церковь снова начала терпеть притеснения И епископы ее подвергались изгнанию А они, когда приходили православные, сразу арестовывали, всех ссылали То же самое На место Евсевия Самосадский прибыл назначен арианами епископ Арианин Евномий Когда Евномий вступал в город Самосады для управления паствой Никто из жителей города, ни богатый, ни нищий, ни художник, ни земледелец, ни муж, ни жена, ни старый, ни молодой Не вышел к нему навстречу Весь город, будучи правоверным, не желал почтить еретического епископа Не принять от него благословения, ни даже видеть его Евномий царской властью принял в управление епископию и стал совершать службу в соборной церкви Народ не стал ходить в ту церковь А также Евномий архиерейский, не любя архиерей еретика Ввиду этого Евномий постоянно находился один, исключая тех, которые с ним пришли О нем рассказывают, что хотя он был еретик веры, однако нравом своим был добр, кроток, тих, смирен и ко всем любезен О добронравии его рассказывают следующее Однажды он вошел мыться в общую баню И слуги, по обычаю той страны, затворили за ним двери, чтобы не вошли другие туда, где моется епископ Евномий узнав, что многие стоят у дверей, желая мыться, приказал слугам отворить двери и впустить всех, желающих мыться с ним вместе Вошедшие в баню в виде епископа, сидящего в теплой купели Как в ванне мылись Не пожелали сесть и стояли перед ним, оказывая ему этим почесть Епископ предлагал войти им в ту же купель, где он находился Но пришедшие отказались Но пришедшие отказались Понял тогда епископ, что пришедшие из-за него стоят и не желают мыться Этим он сильно опечалился, вышел из купели и удалился из бани, не желая, чтобы его почитали А оставшиеся в бане тотчас вылили в воду из купели, как оскверненные омовениями еретика И самую купель хорошо омыли, гнушаясь присутствие вне еретика И уже затем, согрев новую воду Это сколько времени ждали они? Устроили себе купель Узнав о всем, Евномий окончательно убедился, что не может привлечь к себе народ самосадский Оставил епископию и удалился из города Однажды много мальчиков на улице по детскому обычаю играли в мяч, перекидывая его от одного к другому В это время пришлось проезжать здесь епископу Случайно мяч упал под коней и колесницу епископа Дети, видя это, громко стали кричать Мяч осквернился еретичеством, мяч осквернился еретичеством О, какие были православные Услыхав крики, епископ оставил одного из своих слуг узнать Что делают дети и ради чего они так громко кричали Дети развели огонь и через пламень стали перекидывать мяч Думая этим огнем очистить мяч от еретичества Это пишет Димитрий Ростовский Так не только взрослые люди, но и малые дети гнушались еретичество епископа Который был как мерзость запустения на святом месте Даниила 9.27 Вот пожалуйста, что? Давай Церковь еретики Вот как надо, даже мячик и то через огонь освещали А тут придумали экуменизм Там все еретики, это все ересь Все ересь, все ереси собрались Это приезжает оттуда там, кто митрополит Так его надо мыть и мыть теперь в бане Да и отлучить после этого Получается так Дальше Вот теперь мы снова выделяем Копируем Уходим Выделяем Вставляем Выделяем И увеличиваем буковки Давай Вопрос 2144 Восьмой том открытым оком Церковь во все века была гонима Сейчас мы проживаем спокойный период Может он для того и дан Чтобы подробно изучать опыт предыдущих поколений Дабы не быть застегнутыми врасплох Не быть, ну что такое не быть? Почему не быть? Не быть застегнутыми врасплох Не быть Ответ Чем неожиданнее случится что-то Говорит Иоанн Златоустый Тем труднее это переносится Тот, кто не изучает историю Тот рискует повторить ее в худших вариантах 1 Коринфянам 10.6 А это были образы для нас Чтобы мы не были походливы на злое Как они были походливы 1 Коринфянам 10.11 Все это происходило с ними как образы А описано в наставлении нам Достигшим последних веков То есть на плохом Какие были события Можно научиться не делать так Лука 13.3 Нет, говорю вам Но если не покаетесь Все так же погибнете Артемон 13 апреля Смотри тоже Акелина 13 июня Кавычки открыты Царствование Диоклетиана С 284 по 305 год Было издано 4 указа против христиан Первый объявлен в феврале 303 года Этим указом предписывалось Разрушение церквей и сожжение Святых книг Вместе с тем христиане Лишались гражданских прав Чести Покровительства законов И своих должностей Рабы-христиане Утрачивали право на свободу Если получив ее По какому-либо случае Оставались в христианстве Вскоре был Издан второй указ Которым повелевалось Всех предстоятелей церквей И других духовных лиц Заключать в темнице Таким образом указ Касается одних только Духовных лиц Последних обвинили Пред императором Как зачинщиков Восстания в Сирии и Армении К несчастью для христиан Начавшегося Вслед за появлением Первого указа В том же 303 году Последовал третий указ Всех заключенных На основании второго указа Велено было Принуждать к принесению жертв Под опасением пыток За сопротивление Наконец в 304 году Был обнародован Последний четвертый указ Которым объявлялось Повсюдное гонение На христиан Великое гонение О котором говорится В данном житии Очевидно относится К гонению Проследовавшему За четвертым указом Из-за этого указа Пролилось более всего Христианской крови Он действовал целых 8 лет До 311 года Когда император Галерий Особым указом Объявил христианство Дозволенной религией Гонение диоклетиана Было последним В нем Христианство Почти после трехвековой борьбы Одержало окончательную победу Над язычеством Георгий Исповедник 7 апреля Кавычки открыты Левый саврянин Царствовал 717 по 741 год Он происходил из класса Зажиточных крестьян И настолько выделился Своей военной службой При Юстиниане II Что в 717 году При всеобщем одобрении Был возведен На императорский престол Обратив внимание На церковные дела И между прочим На суеверие В иконопочитании Он решился уничтожить Последние полицейскими мерами Сначала он В 726 году Издал Эдикт Только против поклонения иконам Для чего приказал Поставить их Церковат повыше Чтобы народ Не долобызал их Вообще-то было сносно Но православные На это не пошли В 730 году Был издан Эдикт Повелевавший Вынести иконы Из храмов Левый саврянин Достиг того Что иконы Временно были выведены Из церковного употребления Ничего особенного Анисия Дева 30 декабря Кавычки открыты И тотчас же Враг выдумывает Следующее Желая Похоронить в пыли Забвение Славу Святых мучеников Дабы не помнили О них Последующие поколения Сделать Безвестными Их подвиги И лишить описания Завистник Устроил так Чтобы христиане Избивались Повсюду Без суда Испытания Уже не царями И военачальниками Но самыми простыми И последними людьми Беззлобный Враг Не разумел А все злобный Враг не разумел Что Бог требует Не слов А только доброго Произволения Погубив Великое множество Христиан Максимиан По дьявольскому Наущению Притворился Как бы изнемогшим Вдоволь Насытившись кровью Неповинных Он уподобился Кровожадному зверю Который Когда уже Присытится Мясом И более не хочет есть То окажется Как бы кротким И пренебрегает Мимоходящими животными Так и этот Нечестивый мучитель Получив отвращение К убийству Притворился кротким Он говорил Недостойны христиане Того Чтобы их умерщвлять Пред царскими очами Какая нужда Испытывать И судить их И записывать Их слова и деяния Расстреляли Без права переписки Это уже расстреляли Приняв такое решение Нечестивый царь Тотчас же Издал повсюду Повеление Чтобы всякий Желающий Мог убивать христиан Без боязни Не опасаясь Ни суда Ни казни За убийство Их стали Избивать христиан Без числа Ежедневно И во всех странах Городах И селах На площадях И дорогах Всякий Встречавший Верующего Как только Узнавал Что он христианин То час же Не говоря ни слова Ударял его Чем-либо Или пронзал Ножом И зарубал Мечом Или другим Какими-либо Случившимся Орудием Камнем Или палкою И убивал Как зверя Так что Исполнились Слова Писания Псалом 43 23 Но за тебя Умерщвляет нас Всякий день Читает нас За овец Обреченных На заклание Вот какое время было Григорий Мирицкий 19 декабря Кавычки открыты Во время царствования Благочестивого Царя Аврамия Архиепископ Григорий Поставив Во многих городах Епископов Мужей Ученых И красноречивых Посоветовал Царю Чтобы тот Иудеям И язычникам Находившимся В его стране Повелевал Креститься Или в противном случае Предавал их Смертной казе Это уже православное Переняли То же самое По издании Царского повеления Об этом Множество Евреев И язычников С женами И чадами Из боязни Смерти Боязни Стали приступать К святому крещению Тогда старейшие И искуснейшие В законе Евреи Собравшись Ото всех городов Составили Тайное собрание Совещаясь Что им предпринять И рассуждали между собой Кавычки открытые Если мы не крестимся То по приказанию Царя будем убиты И мы Наши жены И дети Одни из них Говорили Чтобы не умереть Нам Преждевременную смертью Исполним волю царскую Но втайне будем Держаться верой нашей Вот так и делали Эти Язычники Индейцы Но когда узнали Что целая деревня Это было около Трех тысяч Кажется Что они опять Старым богам Молятся Правду поставили Войска Послали Католики Всех истребили Под корень Ну Свою хаты Не устроили Исихи 10 мая Кавычки открытые Максимиан Исключил Христиан Из военной службы И тех Которые желали Вставаться В христианской вере Повелел Снять с себя Воинские пояса И перейти В положение Наемных слуг После такого Царского повеления Многие предпочли Бесславную жизнь Слуг Губительному почету Воинского звания Это если бы ничего То участвовали Христиане Троян начал Исследовать 11 тысяч Обнаружилось Христиан Воинов Вели войны Они такие Непобедимые были И что Все захватнические Войны Капиталистические По тогдашнему ВССР Перевести Сказать Да какие войны Георгий Победоносец Его деканонизировали Католики Это выдуманная Им полностью Биография В числе Их был Иславный Исихий Галерий Имел Сильное влияние На престарелого Императора И еще до Издания В 303 году Общего Эдикта Против христиан Принудил Его Издать Частный Эдикт По которому Христиане Удалялись Из военной Службы То есть Так не уходили Никак Только можно было Выгнать их И вот здесь Священник Говорит Чего ты Лишился А ты Прими Это от Бога Бог знает Молился И Бог Тебя От ненужного Избавляет Я знаю Что ты Украли Иулиан И Василиса 8 января Кавычки открыты 20 воинов Бывшие при этом Уверовали во Христа Но так как Блаженный Иулиан Не был Пресвитером И не мог Крестить Уверовавших То это Повергло их Его в печаль Однако Бог Исполняющий Желания Боящихся Его Послал им Пресвитера В том городе Был один человек Весьма знатного Происхождения Которого Цари Диоклетиан И Максимиан Очень уважали Как родственника Одного из Бывших императоров Карина Этот человек Со всем своим Семейством Исповедовал Христианскую веру Он и супруга его Скончались В вере И благочестии Оставив после себя Семерых сыновей Которые Хотя и были Юны годами Но зрелы разумом Из уважения К их родителям Цари позволили Им исповедовать Отцовскую веру Вот как бывает Что интересно Я Слышал это дело А потом Ну может быть Это документ Такой Что Ленин Допускал Отдельные Члены партии Могли быть верующими Те которые В исключительно Трудной обстановке Для партии Исключительную Помощь оказали То есть Спрятали где-то Рискуя самими собой Им разрешалось быть Большевиками А разрешалось Ходить в церковь Вот так же как То есть Это тоже не новое Видишь как Из уважения Таких родителям Цари позволили Им исповедовать Отцовскую веру Больше никому Только одна семья Такая была И безбоязненно Испрославлять Христа Своего Поэтому у них Был свой Пресвитер По имени Антоний Из рук которого Они принимали Святые таинства Им то Бог В особом Откровении Повелел Идти вместе Со своим Пресвитером В темницу И посетить Находившихся Там Иулиана И Кельсия Пресвитер Окрестил Блаженного Отрока Кельсия Сына Правителя И двадцать Воинов А семеро Тех братьев Возгорелись Ревностью К общему С ними Страданию За Христа И не хотели Уходить Из темницы Вот это да Узнав Асем Игемон Дивился Что те Которым Царями Было Разрешено Свободно Исповедовать Христианскую Веру Сами идут Вузы И на мучения И призвав Братьев К себе Он долго Увешевал Идти домой И славить Своего Христа Как ему угодно Разом Дану Такое Позволение От царей Но они Стремились Вузы И темницу И не желали Свободы Вот это Церковь Запретила Если Свободно Вонят В одном Городе Тогда В другой Убегай Евлам 10 октября Кавычки открыты Скрываясь С прочими Христианами Он был Послан Ими в город Купить хлеба И тайно Принести В пустыню Евлампий Увидал Прибитый На городских Воротах Царский указ Написанный На пергаменте Повелевающий Избивать христиан Когда Евлампий Прочитал указ То посмеялся Над таким Безумным Распоряжением Царя Который Вооружается Не на врагов Отечества А на неповинных Людей И сам опустошает Свою землю Убивая Бесчисленное Множество Христианского Народа Кавычки закрыты Вопрос Сколько Житей святые Беру Осипа Или кто Откроет Да он их И не знает Евдоксий 6 сентября Кавычки открыты Еще во время Его речи Святой Евдоксий Снял Себя пояс Бывший Знаком Начальнической Власти И бросил Его В лицо Правителю О как Видя Это Многие Воины В числе Тысячи Иста Четырех Бывшие Тайными Христианами Возгоревшись Ревностью По Богу Сделали То же Самое Что и Начальник Евдоксий Снявши Воинские Знаки Бросили Их Правителю Будучи Готовы Лишиться И самого Тела Положив Души Свои За имя Иисуса Христа Мучитель Увидав Такое Множество Исповедников Христовых Неожиданно Открывшиеся Пришел В смущение И прекратив Испытания Их Тотчас Послал Целю Диоклетиану Известие О случившемся Прося Распоражение Как ему Поступить Царь Вскоре Прислал Ему В ответ Такой Приказ Начальников Подвергнуть Жестоким Пыткам Нише Оставить В покое Вот так Солдаты Обыкновенные Фотий 12 августа Кавычки Открыты Всем этим Диоклетиан Хотел Устрашить Призывающих Имя Христова Во все Концы Римского Царства Он разослал Грозные Указы Которыми Повсюду Повелевалось Гнать Христиан Мучить И убивать Их При этом На единородного Сына Божия Изрекались Многие Хулуи Кавычки Закрыты Киприан Карфагенский 31 августа Кавычки Открыты По старому Стилю В книге Жития Святых На каждый Месяц За месяц Август И вот Это Из его Большого Жития Нужно Вот эти Строчки Было Найти Именно О гонениях Подобно Буре Разразилось Гонение Декия Вскоре После Вступления На престол Сенечестивый Император Издал указ По которому Все христиане Принуждались К принятию Языческой Религии И к принесению Жертв Богам Этим Гонением Христиане Были подвергнуты Испытанию Как золото В огне Добой тем Ярче И сильнее Был явлен Всюду Блеск Добродетелей Христианских Я вот на него Часто ссылаюсь Это Декий Там написано В 249 году Издал указ А христиане В это время Очень сильно Привязались К мирскому В университетах Учатся И он ударил И как пыль Только одна Говорит Пошла В церкви То почти Никого не осталось Но Уже через год Церковь обновилась Новые люди пришли Уверовали И когда Церковь обновилась Через три года Его убили Все Вопрос 2145 С каких пор Произошло При обладании Царской власти Над церковью И кто дал Власть царю Православному Лишь символически Назначать И убирать Епископов Как и их Приемники Советские Полномоченные Ответ Это святая Библия И особенно Вторая ее часть Новый Завет Для песнопений И научений Псалтирь Хотя ей уже 3000 лет Иоанна 539 Исследуйте Писания Ибо вы думаете Через них Иметь жизнь Вечную А они Свидетельствуют О мне Если Прочтете книгу Иисуса Сына Сирахова 44-50 Главы То вы там Найдете Таких Государственных Мужей И что Они сделали Вот Какой вопрос Какие жития Святых Естинян 14 ноября В своем Своде Законов Он Поместил Между прочим Закон Об обязательном Повсеместном Праздновании Праздника Рождества Христова Крещения Господня И Воскресения Благовещения Пресвятой Богородицы И других Кроме того Естинян Построил Много Прекрасных Храмов Во славу Пресвятой Богородицы Апостолов И других Святых Самым знаменитым Созданием Естиняна Считается Храм Святой Софии Премудрости Божией В Константинополе А где Какой город Теперь это Стамбул Стамбул Вот И Константин Константин Виноват Естинян Это Намного Позже Это было Принято Естинян Не Константин За заслуги Церкви И за благочестие Он причислен К смерти К лику Святых Вместе С ним Причислены К лику Святых И его Супруга Царица Феодора Которая Была сначала Грешницей Но потом Пораскаялась И провела Остаток жизни В чистоте Благочестии Она была Блудница А то Другое Делала Так вот Из Тинянова Закона Вот эти Каноны Декреталии Они были Прямо В книге Правил Это еще При Патриархии Иосифе До Никоновской И вот Мужеложники Не знают Что делать С геями Ничего Отрезался Полностью Половой член Не кастрация Только А именно Член Отрезался Клеймили Железом Прожигали Кожу Долба Что он Мужеложник Садомит И В рудники И больше Света Никогда не видели Тачку там Подвозили Поближе Там И еду давали И все На этом Кончилось Скотоложники Вот так Они были Казнимы Вопрос 2146 Откуда Это пошло Что если При гонителях Императорах Церковь была Совершенно Независима От них То как только Императоры Стали православными Хотя бы Только по Исповедованию Символа То им дали Такую власть В церкви Что они Решали Какого Епископа Куда назначить Совсем Как советские Полномоченные А такой же Вопрос Ответ Только другой Да Красивый вопрос И прекрасное Сравнение Со времен Константина Неравноапостольного Уже сын Его был Еретик И с мечом В руке Диктовал Свою волю Но если бы Он не поддержал Ариан То все Его Все его Самодурство Были бы Покрыты Грязкой Любви Ризой Лицемерия 1 Коринфянам 12-28 Иных Бог поставил Церкви Во-первых Апостолами Во-вторых Пророками В-третьих Учителями И нигде Не сказано Что царя Поставил Бог В церкви Афанасия Осуждений Отцов Собора Вошел В зал Совещаний С мечом В руках И сказал Что сам Обвиняет Афанасия Отказывавшимся Подписать Осуждение Афанасия Угрожала Ссылка Поэтому Некоторые Подписались А не согласны Были сосланы Как берет меч Вышел Говорит Слово мое Канон Все Кончилось О чем здесь Церковь и власть Или не знаю Церковь и власть Еще один Канон Просчитаем Это вопрос Еще один Просчитать Можно Вот так Что тут такое Вот Копируем Как всегда Открываем Увеличиваем Вставляем И Делаем Больший Размер Шрифта И начинаем Считать Пожалуйста Вопрос 2207 9 том Открытым оком Православие Заблудилось Стала религия Без Христа Если это Совершенно Новая религия Основана На человеческих Вымыслах То где же Истинная церковь Что и кто Ее представляет И почему Вы говорите Что благовестие Может быть Только через Устную проповедь А иконография 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 На последнее Тянет тебя Все Давай Ответ На этот вопрос Я уже много раз Отвечал Истинная церковь Православная Но где она Это пусть каждый Сам смотрит Сверяя по Писанию Мы нашли ее В нашей общине Где постарались Привести в жизнь Все Что говорит Библия Каноны соборов Церковь там Где исследуется И выполняется Писание Божие Все второстепенное Нужно рассматривать Как не влияющее На спасение Лишь бы оно Не противоречило Писанию Утверждало истину 1 Тимофея 3.15 Чтобы Если замедлю Ты знал Как должно Поступать В Доме Божием Которая есть Церковь Бога Живого Столб И утверждение Истины Вот у старобрядцев У них всегда Ударение на предлог Сущий на небесах На небеси На Я говорю Я надеюсь на Бога Ну я надеюсь на Бога Ну на Бога Что это за слово такое На Бога А у тебя на последнее По французски Поехали Вторая часть вопроса Я так не утверждаю Что только Но Писание Очень определенно говорит Что предпочтение Отдается языку А не глазам Ушам А не рукам Или ногам Римлянам 10,8,10 14,15 17 стихи Ну что говорит Писание Близко к тебе Слово в устах твоих И в сердце твоем То есть в слово веры Которое проповедуем Ибо если устами твоими Будешь исповедовать Иисуса Господом И сердцем твоим веровать Что Бог воскресил Его из мертвых То спасешься Потому что Сердцем веруют К праведности А устами Исповедуют Ко спасению Устами Устами Ну как призывать Того В кого не уверовали Как веровать В того О ком не слыхали Как слышать Без проповедующего И как проповедовать Если не будут посланы Как написано Как прекрасны ноги Благовествующих мир Благовествующих благое И так Вера от слышания От слышания От слова Божия От слышания Не от айкон Вот речь о чем идет Что бы вы сказали Вот на такой случай Когда ноги Проповедуют Стоят через дом От края потребсоюза Их две работницы Лет по 45 И в затяжку курят Скрываясь Как бы от своих сослуживцев Мимо них Проходит православный В кирзовых сапогах И очень уж Ему хочется Сказать им О вреде табака Но молчит Тротуар же там Из насыпного Крупного щебня Проповедник Загляделся На дымящих И нечаянно Поддел сапогом Один из камней Который летит И точно по папиросе Бьет у одной из них Этот же В кавычках Бомбардир Даже не заметил Своего выстрела Но сказал Здравствуйте Одна из женщин Полушутя На одну папиросу Здоровья она прибавилась Можно и жестами Благовестить Для глухонемых Но все же Изусное оглашение Было изначально На первом месте Слушали Христа И апостолов Тысячи И Риме 44.5 Но они не слушали И не преклонили Ухо своего Чтобы обратиться От своего нечестия Не к одетенным богам Лука 19.11 Не слушали Речь идет Об ушах Когда же они Слушали это Присокупил Притчу Ибо он был Близ Иерусалима И они думали Что скоро Должно открыться Царствие Божие Деяние 22.22 До этого слова Слушали его А за сим Подняли крик Говоря Истреби от земли Такого Ибо ему не должно жить Кавычки закрыты Стихотворение Хотел бы я Чтоб вечность перешло Но пусть не вечность Так хотя бы В завтра Создание рук моих Или на слом Быть неизменным То есть Вечно старым Земные Представления От лени Тускнеет золото Прискупности Прискупости Ржавеет Притертое Приевшись Умиление Не вызывает И река Мелеет Возможно ли Без резких Поворотов Ценить Горизонтальную Дорогу Не будь коллег Ни с частных И уродов Не знал бы красоты В жару Мы ценим Воду В столпе Кипящий Конкурс Дел и мыслей Сиюминутных Зыбких И туманных Где виноград Свисает Полной кистью Без скупости Лукавства Без обмана Хотел бы На молитве Обновляться Себе Отобразить Христа Характер И с тихой Радостью От истинного Счастья Слезу Стереть Упавшую На скатерть Иисус Вчера Сегодня И вовеки Все тот же Неизменно Тот же Самый Но от него Текут Рождаясь Реки Хвалой И пением Ликующие Осаны Нам дан урок Не этой жизни Срок Искать И избирать Из лучшего Что лучше Чтобы в конце Сказать Я сделал Все Что смог А мытый Светом Превратился В лучик Пусть Лучик Лучик Пусть Даже Не оценят Из-за Труд Твое Молчание Кротость И смирение Все Доброе Приемлется Не вдруг Глухим Не слышно Херувимов Пения И не исчезнет Даже После Смерти Не растворится Доброта В забвении Надежду Не теряйте Только Верьте Заплаты Новые На старые Колени То есть Протерто Молился И больше О чем Здесь речь Ну-ка Вот Много ли Просчитаешь Только И уже Не знаешь Молодой Ум Считай Снова Так 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 Церковь На вымыслах Так Пинутку Церковь И вымыслы Все На этом На сегодня Смотри Снимай Наверху И на этом Все Спаси Христос Спаси Христос Во славу Божию О